и мы горячо приветствую всех наших дорогих зрителей болельщиков и любителей фигурного катания в нашей студии и мы торжественно открываем второй сезон подкаста ход коньком совместно с чемпионат . ком и ваши неизменные ведущие журналист андрей жанков и икатерин олимпийской чемпионка сочи в команде и я же щечки болят я улыбаюсь я просто в предвкушении я так рада что мы тогда пытаемся снова с вами диалог наладить мы этому безумно рады и как всегда присылайте ваши комментарии пишите ваши комментарии мы как узко по стране конечно реагировать и отвечать на ваш запрос хотя вот вопросами сезоне запросов достаточно много да было и очень многие писали будет ли подкаст в этом сезоне мы очень ждем спасибо большое вот вы нас вдохновили и мы все-таки к вам вернулись чему я очень рад в общем мы очень с андреем хотели обсудить кодекс этики федерации фигурного катания и поняли что без официального представителя так скажем это делать без федерации доделать это бессмысленно поэтому как всегда волшебным образом появился замечательный наш коллегами появилась наша замечательная коллега пресс-этажа федерации фигурного катания россии ольга ермольна оль спасибо большое спасибо вам и здравствуйте всем да ну и сейчас конечно постараемся задать те вопросы который так ситуация так сложилась что кодекс появился его журналисты разобрали и в принципе конечно с одной стороны это некая специфическая внутрикорпоративная история но мне кажется что она для болельщиков многие вопросы подняла потому что журналисты эти вопросы задают и болельщикам может показаться любительным фигурного катания может показаться что как бы этот кодекс может повлиять на вот как скажем на открытость вида спорта вот сейчас постараемся оля выяснить так это или не так а оля меня вот такой первый основной вопрос что способствовало его появлению вот сколько лет мы катались сколько лет без него жили вроде все было нормально и вдруг почему было принято такое решение и потому что многие связывают появление этого кодекса с последними скандалами в нашем фигурном катании ну на самом деле это не так это не нисколько не связано с историей как вы говорите последним я так подозреваю каких историях может идти речь да на самом деле просто год назад международный союз конькобежцев и су они создали свой кодекс этики но соответственно все федерации которые входят в су они тоже по образу и подобию стали создавать свои кодекс этики работа над нашим началась скажем не сразу мы немного затянули с этим делом ну поскольку авторы этого кодекса это юристы и люди которые долгое время работали на ключевых постах в госструктурах так далее но это нужно было все прописать нужно было все это по аналогии каким-то образом выстроить с учетом своей специфики до российской поэтому вот этот кодекс после того как он уже был всеми прочитан одобрены юристами всеми другими инстанциями да он на исполкоме был принят и после этого он был опубликован собственно это и послужило как бы это была причина почему он появился хорошо но то есть получается что мы сделали его что называется в неком русле кодекса и сушного да за образец был взят этот кодекс ису и надо сказать что появление вот таких кодексов этики он собственно наверное веление времени потому что во всех корпорациях организациях будь то мелкие крупные мне кажется сейчас везде есть свои кодекс этики это которые основываются на регуляции да там корпоративных взаимоотношений там внутри какого-то коллектива потому что все дорожат своим авторитетом своим имиджем и своей репутации поэтому люди хотят чтобы были четкие правила и чтобы вот взаимоотношения в коллективе были главным образом основана уважение друг другу ну то есть это корпоративный документ да кого касается он понятно спортсменов тренеров судей представители федерации фигурного катания правильно всех там собственно в этом кодексе и прописано там есть как бы вот все эти люди специалисты которые входят вот в сообщество фигурного катания ну даже вот все кто участвует в соревнованиях там какие же какие-то там не знаю специалисты которые имеют там свою специфику вот они наверняка что врачи сборных они тоже будут горно катательное сообщество хорошо вот предположим я просто читала я сейчас уже не найду я честно не отмечала это у меня там смутило одно предложение в том плане что я правильно понимаю что журналисты не входят не входят что касается так скажем бывших фигуристов это как раз и тут можно в данной ситуации надеяться только на то что разу вероятно надо что правило люди которые прочтут этот кодекс какие-то сделают для себя поймут и так сказать что-то у них отложится и возможно будут более сдержанно там в чем-то но мы же понимаем что иногда какие-либо комментарии людей которые же не являются непосредственными участниками вот фигурно-катательного сообщества и уже не сборные не не тренер и не специалиста он может как бы позволить себе более эмоциональные какие-то высказывания данным данной ситуации кодекс этики никаким образом не касается ну как бы вот эти все вопросы где идут в смысле тема где идет санкции перечисленные они никаким образом вы не коснуться понятно что все должны знаете как-то вести себя прилично просто здесь же тоже разные градации вот этой так скажем при личности вот сегодня на тот момент когда вот мы снимали какой такой но не то чтобы скандальчик очень много про это писали что иолана чена высказал свое мнение по поводу так скажем нашего хорошего тренера да и как-то эта история подхватилась в каком-то ключе что вот еще раньше подхватилась не права и как-то что-то неправильно скану вот мне так показалось по этой новостной ленте и что я прочитала но при этом я прекрасно понимаю что она высказал абсолютно спокойно свое мнение которое никак не затрагивает нашего прекрасного тренера как вот но дело в лоб или неплохо на нем сказал она высказал свое мнение и вот что как бы это как считается да это не считается потому что иолан дычин никаким боком да не входит или как примеру сказал да но если если разбирать ситуацию оценивать ее как журналиста и или какие-то похожие случаи да да в кодекс под кодекс этики те или иные там какие-то новости и высказывания комментарии не подходят но закон о печати и какие-то другие законы никто не отменял да но во первых закон о сми мало кто мало кто читает и мало кто помнит да хотя на самом деле по идее мы должны вообще его знать и понимать вообще как он работает то есть на самом деле про нас с тобой нет я про нас говорю вообще про журналисты они не подпадают потай если ты распространяешь заведомо ложную непроверенную информацию или же там поручишь это информация поручит честь этому что это снимает с него ответственность просто сейчас мы видим очень многие заметки где стоит мне не автор не совпадает с мнением редакции или человек ссылается на какие-то вообще источники которые не подтверждаются ничем и он не утруждает и не утруждает себя проверкой данной информации распространить все это и сейчас если вы заметили новость вообще вот вышла какая-то новость и ее просто разносит по интернету не над кто написал насколько она правдива но это вообще никого не волнует но вот в данной ситуации как бы да есть закон о сми то же самое вот это распространение ложной информации не проверенной и все такое прочее можно как бы этим наверное уже в каких случаях нужно этим пользоваться по но получается что мы сейчас вроде как ответили но все-таки я сформулирую оль сми чего пишу коллеги многие пишут что вроде как этот кодекс этики федерации фигурного катания может помешать общению журналистов представители сми с фигуристами со спортсменами каким образом что там написано в кодексе проект вот в лишь как то есть получается что вроде как он может ограничить это общение я так понимаю как ну давай 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 подожди да ну сейчас просто я знаешь я вот как вспоминаю как мы выходили мы не задумывались а вот этих вещах при этом естественно мы там не выходили сейчас мы там польем грязью но мы не задумывали что мы можем где-то вот как бы да не аккурат что-то сказать на эмоциях после выступления сейчас же я понимаю спортсмен прочитал этот кодекс и узнаешь вот может вот он не комфортность появиться лучше я ничего не буду говорить и давайте давайте прям по пункту значит получается принцип профессиональной деятельности спортсмены призваны воздерживаться от публичных выступлений в том числе в сми в период проведения соревнований если иное не было обговорено с пресс-атташе федерации то бишь с тобой но это речь идет о работе на соревнованиях на работа на соревнованиях всегда строилась по определенному регламенту и правилам спортсмен когда он откатается откатать свою программу после короткой после произвольную выходит миг-зону да и там он имеет возможность общаться журналисты имеет возможность общаться с со спортсменами и второй момент если есть позволяет свободное время то на всех турнирах потому что для спортсмена но собственно он спортсмен для него главное это старт да потому что вот это общение оно конечно важно для сми важно для общественности для фанатов для зрителей для других людей да но все таки для него первое первично это его выступление и он должен выполнять свою работу вот когда у него появляется свободное время если обычно это делалось во время показательных были специальные реквесты когда люди заполняли и шло как бы мы договаривались об интервью иногда если случалось там на одного бывает что на одного спортсмена выпадает 10 крестов но просто физически это невозможно чтобы он каждому выдавал эксклюзив как правило вопросы на самом деле повторяются и мы проводили такой же эксперимент когда спортсмен давали эксклюзивные скажем так интервью нескольким журналистам которые владели один до пришли потом после этом пятого человека выходил он говорил что вы знаете мне вот все эти пять задали одни и те же вопросы то есть интервью получается она эксклюзивная по факту на самом деле об одном и то же поэтому собственно ничего не изменилось но кстати не понимаю почему такой шум поднялся и из-за этого пункта хотя вероятно те люди которые не бывают на стартах не бывают на соревнованиях они просто не знают как это работает они никогда там не были сейчас очень много виртуальных журналистов которые собственно вот пишут новости вот где они там их наберут на и не в том числе а это этому сейчас учат на журфаках вот человек не знает как это устроено его вот это смущает что теперь вот будет стоять при сташе и как бы всем коляп в рот на самом деле прошел турнир панина коломенкина после того как кодекс уже вступил силу что у нас все молчали или у нас что не было интервью после этого ну вот я такой вопрос я задам да я в питере не был и хоть тоже не было но мы вот были на контрольных прокатах контрольные прокаты по общению с пресс это было до кодекса но это не имеет значения на мой взгляд они были организованы прекрасно то есть у меня было ощущение что это какой-то как чемпионат европы как чемпионат мира точно такой же уровень то есть все спортсмены выходили в миг-зону вот я помню подходил подходила говорила да типа помнишь там когда эти хавронина через она да он ее вынес у него ноги свело и мы говорим ну пусть сходят раздевалку они потом вернутся они сами сказали нет мы останемся дать стул помню все ли поговорили кондратюк вышел извинился после произвольной сказал ребят давайте не сейчас коллеги не не сейчас да все его поняли и как бы без вопросов правильно то есть я к чему я к тому что этот кодекс никак не изменит вот эту систему общения просто люди пытаются найти в этом документе то чего там нет и самое печальное что журналисты вот как бы вот этими статьями формирует определенную любая статья журналист собственно это их работа до формировать общественное мнение но видимо не вчитавшись в этот кодекс или просмотрев его по диагонали или люди которые так сказать теоретики никогда не бывают на соревнованиях они истолковали вот так как они его поняли что так сказать кляп в рот спортсмену тренеру и все проблемы которые существуют фигурном катании мы значит заметаем под ковер где ну хорошо то эти вопросы не отвечать на гипотетические вопросы это понятно тоже потому что очень часто гипотетический вопрос не несет себя никакой информации вообще в нем нет информации и он дает ответ сослагательном наклонении там если бы да кабы да но к сожалению уровень современных журналистов ничего не хочу сказать но нас конечно так не учили нас научили что новости со словом может быть быть не может она как бы либо есть это событие но либо произошло либо не произошло а сейчас вот это ответ а если бы я и и вот это бы вдруг исчезает и потом увидим заметку ну условно говоря а хотели бы вы быть римским папой до хотел да на следующий и заголовок это нас еще может прочитать журнанков хочет быть римским папой прекрасно понятно то есть так окей то есть или если какой-то какая-то ситуация в развитии в данном случае получается что как бы вы видите в этом провокационность некую со стороны журналистов а потом когда отметается вопрос то ответ может быть истолкован так как он может быть истолкован в кодексе есть понятие конфиденциальной информации и вот тоже как бы вот причем извини я тебя перебью знаете вот мы посмотрели другие кодексы да вот там кодекс федерации хоккея россии есть кодекс федерации легко отлить ну вообще этические кодексы этические кодексы конфиденциальность информации есть в каждом кодексе но тут возникает вопрос границы это конфиденциально есть специальное положение просто это понимаешь у тебя его нет на столе нет вот там все это четко то есть к расписывать к кодексу надо еще изучить все открытом доступе я читала сейчас не распечатал там есть такая фраза вот после вот этого всего в конце написано что там включая имя фамилию спортсмена и дата год рождения а это же информация в открытом доступе как она может быть к ней добра бы мы каждый раз даем как бы до согласен на обработку своих персональных данных вот дело даже не вы что-то я вас извините для меня не поясните о чем лечит но в конфиденции вот информация про которую ты говоришь не могу считать даже воспроизвестить на федерации есть возможно предположим какие-то договоренности с первым каналом о каких-то передачах вы не хотите чтобы это было вынесено до того как она появится да и сотрудники должны каким-то образом понимать что вот об этом рассказать нельзя есть какие-то договоры которые вы заключаете с какими-то фирмами и так далее и если распространение этой информации до того как этот договор будет подписан нанесет какой-то урон или же например там ну все подчеркнули списки сборные до того как они опубликованы с этим ну списки сборные это понятно потому что если до того как они не утверждены минспорте чего их обсуждать публиковать или там даже списке участников соревнований тоже сказали что пока они не будут опубликованы не надо их обсуждать почему потому что бывали случаи последнее время когда публиковался списка ну сам ты же понимаешь когда человек может вот в последний момент на тренировке с ним что-то случится да вот он травмировался и он это за этого списка выпадает и это понималось такая шумиха вокруг вот этого ой вот и и вот это вот поиски второго какого-то дна или какого-то там заговора но это уже а так хочу пройтись по тем пунктам которые я отметил подожди ты сейчас уйдешь вот давай можно добьем эту историю да ну потому что мне кажется этот как раз всех и все к этому привязались вот эти вот раз два три четыре пункта вот четвертый пункт помню что любая информация опубликована в личных соцсетях может быть использована в сми или как мнение спортсмена его заявление позиции организации которым представляет и прочее то есть это не запрет но это рекомендация да в общем то по вы знаете это по моему рекомендации сейчас просто настолько актуальны если если в любой фирме уже есть специальное дело которое следят за тем о чем пишут сотрудники в своих соцсетях в зависимости от этого как я недавно слышал принимать людей или не принимают на работу или мало ли что да могут уволить не за там расторгнуть контракту конечно это в общем-то да я знаю если есть и если есть как бы и речь идет спортсмены же у нас разного возраста мы просто ребята если вы собираетесь что-то написать свои соцсети то вы вначале подумайте вообще это как как ваш слово чем обернется то вот такой вопрос я действующая спортсмен когда грубо говоря и меня смутило что на соревнованиях там первых мне поставили и опять же гипотетические четвертый уровень сейчас мне поставили 2 я расстроилась и шутку могу вот просто шутка и шутка кто понимает как хочет ее в том плане что может к нам шутку вчера был четвертый уровень сегодня 2 а давайте все вместе посмотрим какой будет на третьих соревнованиях уровень ну как бы но это же нормально вот написал и написал там не знаю голосуйте друзья какой уровень и поставить на свечи стране ха 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 опять же из головы сейчас дела журналист может это воспринять как сомнение в судьях написать какую-то статью соответственно вы за это вы предупреждение сделать спортсмен правильно ну я думаю что вот кстати к этому кодексу есть положение там как будут рассматриваться те или иные дела ну и кто будет их инициировать я не думаю что это будет так сказать охотой на ведьм и так далее но просто люди должны понимать что соревнованиями их жизнь не заканчивается и эти судьи про которых он так сказать сегодня вот так разудись плечо написал да завтра придут к нему смотреть как составленного программа он все равно будет с ними контактировать а может быть проще почему все считают что если какую-либо проблему вынести в публичное пространство то она решится мне кажется что это достаточно заблуждения она иногда тебе не позволяет не дает путей для отступления сейчас очень распространенные соцсети в том плане что так как у нас фигурное катание сейчас так скажем становится и шоу-бизнесом назовем это так и я считаю что это плюс потому что есть возможность себя раскручивать пока ты на соревнованиях занимаешь первые места что после спорта сразу выйти у тебя рекламный контракт и во время еще спорта может быть потому что популярный человек и очень часто эти контракты прилетают потому что у тебя лям 1 миллион простите новый сленг 1 миллион там в сетях до подписчиков вот подписчиков очень привлекает открытость да там если на тренировке посмотрите я прыгнул четверной там до или воду я свои собаки четверные со всех тренировок а мы шашлыки мне нельзя ну грубо говоря да и это все-таки открытость соответственно спортсмен может по соревнований если плохо выступил написать какой-то пост о том что вот я так обидно но я буду тренироваться но что-то такое вот откровенное и это хочется писать это к тому что вот ты говоришь нужно следить обязательно за то зачем за тем что ты пишешь но при этом сухие посты не наберут подписчиков но если он пишет о том что мне обидно я буду тренироваться дальше в этом нет никакого так сказать это не умаляет не не критика не не коллег да не судя никого но он делится своими эмоциями что в этом такого пути но когда все все интерпретируют я думаю что нет там очень четко прописано в этом кодексе что касается именно соревнований и именно каких-то какие-то конкретных абсолютно вещей то есть это не значит что вот как я говорю как пытались вынести что все теперь все будут молчать и так далее никто не молчит и и так сказать готовьте вопросы только вопросы должны быть все таки в каком-то смысле так сказать чтобы люди понимали чтобы разбирать с фигурным катанием чтобы не получалось так что как на новый год отсутствие снега вы компенсируете высоту елки конечно читателям интересно может быть я думаю что при нынешней так сказать журналистике наверное интереснее знать и как бы другую сторону жизни но это же тоже до каких пор мы можем вторгаться в личное пространство спортсмена тренера и ведь это же не означает что только потому что ты публичный человек должен жить на витрине следующий вопрос я все-таки дошла до пунктов расшифруй пожалуйста мне оля я конечно понимаю но вопросы были и мне прилетающие социальные сети опять же обещала рассказать тренеры призваны признавать ценности достоинства воспитанников и относиться с должным уважением к проявлением обусловленным их происхождением социальным положением полом возрастом и прочее что это значит ну это просто за к тому что тренер должно уважать своих учеников но ученики должны уважать своих тренершу ну вот почему именно как можно было поскольку она поскольку этот документ я же говорю изначально авторами этого документа выступали юристы то для того чтобы и он основывается там самоначально написано кодекс этики и суда законы конституция то есть какие-то вещи которые требуют вот такого сухого языка да и вот такого описания каких-то глав короче я понял то законники писали как оля сказал в начале люди которые занимаются как бы написание юристы даже не просто юристы да юристы разышь мы же понимаем да а те которые занимаются нормативкой и законами они исходили вот как бы из той практики которая принята для формулировки подобных вещей правильно основное в чем мы как бы в чем смысл этого кодекса если мы работаем в одной команде то давайте уважать друг друга мне уже нравится этот кодекс ну давай многие вещи ну давайте все таки к взаимоотношениям для нас закройте для меня неоднозначный момент переходы ну вот она до переходила от трения к тренеру переходила я не спрашивала вы когда с димой переходили от кустаровой и алексеева и да к жулину но я здесь такой опять же момент я сейчас перебью что ты лишь спокойно все равно логично для меня что спортсмен если задумывается о переходе он все равно поговорить с тренером туда куда хочет перейти но по кодексу это не запрещается запрещается тренеру если он хочет этого спортсмена переманить разговаривать со спортсменом правильно но при этом если логично мы пошли допустим к саше спросили можно сразу скажут ребят я не хочу вас брать зачем тогда наших тренеров грубо говоря тревожить по этому поводу вот и он говорит да хорошо то есть если туда вернуться с этим кодексом то есть получается саша жулин захотел нас взять и он звонит алексеевы кустаровой правильно если вы если бы это предложено по идее если вы решили перейти к александру жулину и как бы сообщаете ему что вы хотите перейти то он должен да поговорить собственно так и происходит на практике очень часто вы думаете что тренеры не созваниваются между собой когда речь идет о переходе того или иного думаю что как раз созваниваются в большинстве случаев и разговаривают об этом другое дело что когда спортсмен уходит или переходит какого-то тренера ну если есть кодекс появился кодекс этики если вообще-то и как бы да воспитанный человек ты должен не прислать смс-ку спасибо мария ванна я от вас ушел или не так что тренер узнал о твоем уходе из пресса остановись секунду и секунду да подожди все очень правильно а давайте сейчас эту ситуацию проиграем в идеале то есть как это этично и как это должно было бы выглядеть а ну давай проиграем вот прям папа прям по ступенькам как это в жизни происходит но если во первых окно переходов когда да когда ты меня нет окно переходов я понимаю но получается его спортсмен да и к ним бобро дмитрий соловью позвонили александру вячеславовичу игорь татьяна числа оч возьмите на да возьмете нас он говорит он чего говорил у вас он взял время подумать скорее да взял время подумать потом он вам перезванивает и говорит я не против да дальше что нужно то есть дальше следующий вопрос по законам этики кто будет говорить понимаешь это мы в теории сейчас рассуждаем на практике все может быть как бы по-разному в разных случаях но в идеале если мы берем эту ситуацию то тренер жулина должен позвонить тренеру кустарова и сказать что ваш пар приходит мы сейчас между прочим мы с вами не этично обсуждаем этот этический вопрос мы его обсуждаем с фамилиями в качестве примера на идее наверное это правильно потому что тогда тренер который будет работать дальше с парой он не будет чувствовать себя вы же все равно остается в команде оль подожди секунду ой ну подожди а может быть они должны первыми прийти не жулин звони ой нет ни новый не будущий тренер звонит а но в данной ситуации кто кому будет звонить это уже как бы будет решаться практически весь вопрос в том чтобы тренеры между собой поговорили на эту тему и спортсмен не ушел чтобы тренер не узнал об этом из соцсетей из так сказать а из прессы смс-ку и и так далее то есть потому что потому что это это вместо слова благодарности которые и и бессонных так сказать дней и ночей 24 на 7 на катке когда человек тратит свои силы он не заслуживает того чтобы ему прислали смс сказали мария ивановна спасибо типа вам я от вас ушел а еще лучше если он накануне не сообщив ничего позвонить скажет а не можете музыку прислать вообще моих программ а утром сказать что до свидания ну то есть конечно я я как бы могу предположить что вероятно такое может быть но в любом случае если вы как бы собираетесь решать такие вопросы то не нужно искусственно устраивать из этого какого-то напряжения нагнетание обстановки понятно что все равно болезненный процесс любой переход это всегда болезненно вообще когда меняешь место работы ну что как бы любые перемены в жизни особенно когда человек проводит столько времени со своим учеником и когда он решает эти да это тяжелая как бы история для всех как бы призыв к тому что расставаться нужно цивилизованно окей то есть получается как бы данном случае кодекс призывает чтобы был контакт и между тренерами и в том числе и спортсмен уходя переходя тоже переговорил сперва со своим первым предыдущим тренером правильно как конечно ну вот пример да это как раз к вопросу про пресловутом букете да поэтому в данной ситуации мне кажется что есть какие-то вещи которые может быть зачастую просто искусственно нагнетаются связанные вокруг этих переходов ну вот например недавний переход александра трусова в пятницу появляется эта новость и начинаются вот эти звонки пятницу вечером да ну наверное понятно что если это новость просочилась в прессу а по факту человек не написал заявление и не пришел еще федерацию то никто не может подтвердить у нас же сейчас все как на ега подтвердите или опровергните да никто не может что не подтвердить не опровергнуть только нет заявления потому что за два дня а вдруг передумает но ведь бывали же такие случаи человек не написал заявления подумала и вдруг решил принять другое решение да Да, и представляете, Горшков комментирует, что да, действительно, типа, переходит. Был, возможно, там, положим устный разговор. А в понедельник она передумала. Представляете, какие заметки появятся? Горшков специально хочет, чтобы вот это. Ну, то есть, как бы ты ни комментировал, как бы ты ни подстрелился под то, что хотят видеть журналисты, быструю информацию, любая информация должна основываться на чётких правилах. Вот есть заявление, человек написал, да, тогда мы можем сказать, что переходит. Нет заявления, ну, нельзя комментировать, потому что это такие серьёзные вещи. Они не делаются тогда, когда кто-то, где-то на каком-то форуме или от какого-то дяденьки, или от какого-то там, не знаю, там, на катке какого-то узнал информацию, что вот, наверное, перейдёт и раз, и пульнул её в информпространство. Вот скажи, вот всё, что сейчас мы обсуждаем, а спортсмены это понимают, до них как бы это доведена информация, именно вот в таком, ну, как ты сейчас представляешь, неком разложенном виде уже, более подробном, они это понимают или... Ну, за всех же невозможно отвечать, наверное, большинство это понимает, кто-то бежит впереди паровоза и выставляет это в соцсети, ну, в любом случае, да, были такие случаи, моменты, но в любом случае, пока ты официально как бы всё равно не решишь, не напишешь это, то никто из официальных лиц ни подтверждать, ни опровергать это не будет. То есть получается, да, тренеры должны скоммуницировать... Ну, это, то есть, мы должны решить это. Да, мы должны решить это вначале. Вы должны решить, это вопрос цивилизованно, а потом спортсмен должен прийти, написать заявление в Федерацию, как это положено, и только после этого уже все стороны данной ситуации могут давать комментарии. Так получается? Да, потому что, когда это всё вырывается до того в публичное пространство, то это превращается в некую проблему и создаёт больше напряжения. Если это решается в каком-то спокойном ключе, то, ну, скажем, понятно, как я ещё раз повторю, что переход – это всегда очень болезненно. Но если это решается вот так, то почему нет? Ну, во всяком случае, в кодексе это прописано, что хотелось бы в идеале, чтобы это было так. Я просто хотела сказать, вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, и то, что написано в кодексе, на самом деле, если всё будет так прекрасно, это действительно будет одна большая фигурно-катательная семья. С добрым Железняковым. Так, подожди, дело в том, что, конечно, как бы наивно думать о том, что если документ принят, то все начнут следовать этому документу. Для начала хотелось бы, чтобы все его хотя бы прочитали. Я ещё раз повторяю, что не надо истолковать этот кодекс как способ для охоты на ведьм, или там писали, что подзаработать хотят. Нет, это совершенно другая история. Это история о том, что если вы работаете в коллективе, то давайте пытаться решать какие-то конфликтные ситуации, не потому что там надо спрятать их под ковёр или ещё куда-то, просто давайте пытаться решать разные ситуации путём договорённости, тем более, что мы разговариваем на одном профессиональном языке. Всё равно спорт – это эмоции, и зритель жаждет их, а мы всё равно… Ну, понятно, что спорт быстрее, выше, сильнее, мы всё равно тренируемся ради того, чтобы… Но фигурное катание – это эмоции во многом гораздо более сильные, нежели баллы и секунды. Да, но я к тому, что мы всё равно не должны исключать любителей фигурного катания, болельщиков, тех зрителей, которые даже только на Олимпиаде смотрят, фигурное катание такие тоже есть. И, конечно же, им хочется эмоций. Бывают эмоции, понятно, радостные, победы, слёзы на глазах, на пьедестале, но есть и не такие радостные. И тут получается, что здесь давайте только радость. Ну, бывают вопросы, на которые ты не знаешь, как ответить. И тогда мы всегда говорили, Алина, если ты не знаешь, как ответить на вопрос, то чтобы не уйти и не выглядеть как бы не очень красиво, ну, всегда можешь сказать, поживём, увидим, время покажет и прочее. И вот как раз сейчас, когда настала сама журналистка, она говорит, мне так не нравятся эти вопросы, поживём, увидим, время покажет. Потому что она стала как бы по другую сторону и понимает, что вот это не даёт тебе полную информацию. Но для спортсмена это важно, потому что иногда он не хочет ответить на вопрос. Опять же, к вопросу о крепостных. Ну, потому что, ой, вот, типа, они не общаются, а Федерация запрещает этим кодексом, а они бедные, несчастные, крепостные. Ну, подождите, ну, а где вот его личное пространство? Ну, не хочет он в данный момент отвечать на этот вопрос. Ну, да, можно сказать, резко без комментариев, можно сказать, поживём, увидим, так сказать. Ну, вот скажи, а вот Контратюк, когда подошёл к контрольным прокатам, после произвольной, и сказал, пожалуйста, не сейчас? Ну, я очень хорошо, да, почему нет? Это он правильно сказал, он не знает, как это говорить. Да, почему нет? Просто есть спортсмены, которые не совсем знакомы. Ну, к Марку вообще вопросов нет, то, как он умеет общаться, мы это прекрасно видели. Я очень рада, что у некоторых есть возможность спросить по помощи. Ну, да, он спросил, что в данной ситуации делать не им, потому что я не хочу, вот, сейчас мы не настроим давать андрою. Я говорю, ну, скажи честно, как есть. Он пошёл, честно сказал. Да. Поэтому, конечно, если есть вот такой, как бы, контакт, то ты можешь иногда поддержать спортсмена, просто постоять рядом, да, чтобы он, как бы, ну, какую-то уверенность почувствовал. Не со всеми, конечно, это не со всеми. Мне, например, Анне Щербаковой не надо ничего подсказывать, потому что это человек, который, ну, ты всегда был спокоен, что, в том смысле, что она, во-первых, очень внимательно слушала вопросы, она всегда очень чётко отвечала, я думаю, что и сейчас отвечает, и прекрасно будет справляться со своей работой вот на Первом канале в «Ледниковом периоде». Ну, все же мы разные, и у всех, как бы, один волнуется больше, другой меньше, один может собраться в другой, и потом вот это, как бы, огромное количество людей и разные вопросы отовсюду. Я никогда не забуду, как мы были на каком-то соревновании в Сочи, ещё катался Максим Ковтун, и стояла огромная толпа людей, а я стояла рядом. И вот Максим Ковтун, значит, отвечает на вопросы, вдруг он на полуслове прерывается и говорит мне, «Оля, а можно вас на минуточку?» Ну, то есть вот стоит толпа людей, и он, значит, мне говорит, «А можно вас на минуточку?» Я такая, ну, думаю, наверное, что-то произошло. Я, значит, захожу, и мне так на ухо шепчет, «А там одна журналистка из советского спорта, мне что, прекратить отдавать интервью?» Я говорю, «Макс, ну, это, конечно, это была такая смешная ситуация». Я говорю, «Макс, он тоже начал, продолжай». Ну, он просто вот в этой толпе людей, он просто вычленил её лицо, и вот его хватило просто паника. Но бывают, вот такие моменты тоже бывают, потому что не надо думать, что… Ведь журналистика – это вопрос доверия спортсменов к тебе. Если они тебе доверяют, независимо вообще, где ты работаешь, в каком издании, они будут с тобой общаться. И когда… И вот как раз тоже вот, потому что у меня вот эта фраза, что они крепостные, становится из-за этого кодекса. Когда спортсмен не хочет давать интервью тому или иному журналисту, не волить его, приводить на Аркане никто не будет. Потому что это, опять же, это вопрос, как бы, да, вопрос доверия, хочет он давать или не хочет. Зачастую они как бы знают уже в лицо людей, с кем они не хотят общаться, знают их фамилии. И это не в том, что Федерация запретила, есть неугодные журналисты или там кодекс какой-то запрещают. Да нет. Ну, это просто вот контакт между людьми. Ну, он должен тебе доверять. Он должен знать, что все, что он скажет, это будет истолковано так, как он говорит, а не так, как это понял журналист. Вот можно тогда наш шкурный вопрос? Ну, Катя уже чуть-чуть про это закинула. Ну, все-таки, вот если мы приглашаем к нам в подкаст фигуристов, нам как все-таки, не в соревновательном процессе, нам тебе сначала звонить? Ну, дело в том, что в идеале, да, как бы, вот мне хочется спросить за всю вот эту многолетнюю практику, практику, что вот я работаю при Сташе, мы хоть кому-то отказали? Если сам спортсмен не хочет давать интервью, это одно. Это его право, конечно. Ну, вот так сказать, что извини к вам не дадим. Нет, ну, подожди, давай так, вот, ты нас спрашиваешь, отказала ли ты нам, или ты вообще говоришь? Нет, нет, я просто говорю к тому, что, когда люди договариваются напрямую со спортсменами, часто просто кто-то звонит и говорит, Оля, я там иду вот к тому-то такому, как-то, вот что? Я всегда говорю, что если, как бы, у тебя есть желание пойти к нему, окей, только если речь идет о пишущей, статье, которая интервью, все говорят, пожалуйста, прочитай. И у нас, как бы, нет цензуры, я не цензор тебе. А можно там, иногда там, а можно я вот кину вам, чтобы вы посмотрели, да, но это не значит, что там я какие-то вытираю, вымарываю вещи и так далее. Я чаще всего, наоборот, хочу, чтобы люди, как бы, умели сами нести ответственность за то, что они говорят. Ну, спортсмены, да, должны нести ответственность, но и журналисты должны нести, с другой стороны, ответственность за сказанное. А вот это не всегда, кстати, получается сейчас. Нет, ну, вообще, это правило, что вот даже, когда у меня брали интервью, я всегда прошу интервью на вычетку. Ну, как журналист, который тоже, если у меня просит интервью на вычетку, я всегда даю, ну, не на вычетку, а на прослушивание, потому что в аудиоформате работают. Потому что устная речь отличается от письменной. Потому что в письменной речи иногда ты должен добавлять глаголы. И эти глаголы подлежащие, да, сказуемые. И это сказуемое не всегда, может быть, четко отражает ту мысль, которую он хотел сформулировать. Или мы же говорим по-разному. Да, ну я понимаю, ты говоришь, что когда речь звучащая превращается в текст, там очень много нюансов. Там как проставлены знаки припинания, насколько подробно расшифровано, как отредактировано и прилизано. Там очень много вопросов. Казнить нельзя помиловать. Да, да, да. Просто я прекрасно это понимаю. Со мной очень удобно в этом плане работать. И мои друзья, журналисты, которые часто у меня спрашивают, да, ну в смысле по вопросам, которые сейчас возникают в фигурном катании. Если вопрос маленький и ответ примерно короткий, я просто скажу, я сейчас тебе сама напишу. То есть можно даже не спрашивать, не задавать, чтобы я отвечала, он расшифровывал, потом я все меняла, я сейчас тебе напишу. Поэтому вот иногда так тоже приходится делать, знаешь, так проще и быстрее. Ну я хочу сказать, что это самый правильный сейчас способ, потому что когда человек тебе звонит и просит какой-либо комментарий, то нет никакой гарантии, что он напишет это вот именно так, как ты сказал. Очень часто это выходит в таком искаженном варианте, да, доверять вот можно фактически там нескольким людям. ТАСС, да, РИА Новости, там, Симоненко, да, но все остальное это... Не, ну очень многие, кстати, у меня 98, наверное, процентов дают мне потом на вычетку, если берут у меня какой-то комментарий. Ну в смысле дают на вычетку мне. Я даю интервью, говорю, здравствуйте, пришлите мне, пожалуйста, для проверки, я, там, они прям ждут. Это когда большое интервью, если короткие комментарии. Все зависит от отрезка времени, да, если ему это надо моментально, и он это пишет на ходу, на бегу, то есть вероятность, что это может быть с такими вариациями. Нет, ну просто Оля как раз, на кого она назвала, она назвала Веронику Советову и Андрея Симоненко, которые действительно работают очень давно. Профессионально. И профессионально, да, журналисты, которые... Ну, которым ты можешь доверять, что если ты дал комментарий, что он будет именно такой. И да, и они своей репутацией дорожат. Ну и как агентство, да, они не будут искажать слова, потому что очень часто вариации на тему. Я хочу нашу сегодняшнюю беседу закончить на моем самом любимом пункте в этом кодексе. Да, на позитивной ноте, так скажем, да, что теперь официально мы должны это знать, уметь и бдеть за этим. При участии в параде участников и церемонии награждения на официальных международных соревнованиях иметь при себе флаг Российской Федерации. Вот, друзья, я надеюсь, что настанет это время, когда действительно мы сможем полностью этот кодекс, вот так, как здесь и написано, да, применить на практике. Вот, надеюсь, что это будет в скором времени, но это очень правильно, потому что действительно на соревнованиях очень часто бывает, и у нас такое бывало с Димой, что когда мы занимаем призовое место, и у всех фотография, мы либо у болельщиков выглядываем этот флаг, а там бывает что-то написано такое, у нас тоже было, кстати. Знаменитая история с Юлией Лепницкой, да, и у всех будет теперь в чемоданчике в свой флаг Российской Федерации, с которым мы торжественно потом на международных стартах будем фотографироваться на пятистале и рядом с ним. Ну, твой пункт, любимый, подтверждает, что это не только свод правил для того, чтобы наказывать, а это в том числе рекомендации в первую очередь. Да? Некий элемент воспитания. Ну, в идеале, да, призыв к тому, чтобы люди... Ну, а любой этический кодекс, этический кодекс журналистики, то же самое. Ну, его, кстати, журналисты соблюдают свято. Ну, никто не критикует друг друга, даже если ты, может быть, написал совсем не то. Вот корпоративная солидарность тут очень разве... Это я с тобой поспорю, это мы сейчас с тобой уйдем. Я так хотела сказать, даже я. Я что-то не уверен, что у нас вообще с корпоративной солидарностью все в порядке. Ну, ладно. Ну, ладно, это вопрос российской журналистики, это вопрос российской журналистики. Мы сейчас обсуждали этический кодекс Федерации фигурного катания. Спасибо большое еще раз, Оль, что ты к нам пришла. Спасибо вам, да. Я надеюсь, что не последний раз. Да, кстати. Да? Тебе на выслушивание же надо будет отправить это интервью. Мы отправим. В общем, существуем уважительно, да? Уважительно к вам, уважаемый зритель. Уважительно к спортсменам, к тренерам, к сотрудникам Федерации. К судям. Да, к судям. И стараемся обсуждать какие-то вопросы, проблемы, что называется, вживую, а не вот где-то в какой-то сфере. Правильно? Да. Спасибо. Мне это все нравится. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Надеюсь, что вам все понравилось. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Если что, мы будем это обсуждать в следующих передачах. С нами был наш гость, пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина и ведущий Андрей Журанков. И Екатерина Боброва. Следите за нашими подкастами. Впереди у нас серия Гран-при. Российская, международная. Будем следить, обсуждать. Так что сезон начали. Да. Берегите себя. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин